Добро пожаловать на мой канал, все у вас на обзоре Манго 5 невест. Давайте перейдем к самой манге. Волкой второй томик, это у нас английское издание Каданша Комикс, автор манги Харубанеги. Переплет у манги мягкий и раскрываемость у манги отличная. Нашим изданием в мягком переплете далеко до английских и естественно японских томиков. Но цена, кстати, у таких томиков от 10 долларов. Перевод на рубли на 21 января это 690 рублей. Манго повествует о сестренках-пятерняшках, которые в один день начинают обучаться у небогатого парня Футаро. Но не с этого начинается история о их встрече, а с того, что как-то в детстве Футаро пересекся с каждой из них. Кстати, в детстве они были очень похожи друг на друга. И теперь Футаро предстоит обучать их, дабы невесты, да теперь я буду их назвать так, не вылетели из школы. Возможно вы смотрели аниме о пяти невестах и вам могла понравиться рисовка. Но манго о невестах еще красивее. Харуба Неги уделяет огромное внимание одежде, прическе, глазам и лицу невест. Футаро, кстати, выглядит как самый обычный парень. И это сделано специально для того, чтобы читатели больше обращали внимание на невест. Давайте разберем каждую из них. Моей любимой невестой является Мику. Мику это спокойная девушка, увлекается японской историей, а именно великими полководцами. Ради нее, кстати, главный герой изучил эту тему и начал больше понимать Мику. Но для чего это делает Футаро? Для того, чтобы помочь девочкам с их учебой. А для того, чтобы помочь человеку и понять суть проблемы, надо с ними сблизиться, что и делает Футаро. Вторая невеста это, конечно, Нино. Цундера, которая в будущем раскроется и покажет истинные чувства. В общем, классная деваха, но все же Мику лучше. Чуть не забыл упомянуть моих донатеров. Вы видите их на экране. Спасибо вам большое за поддержку. Естественно, на билет я и сам зарабатываю. Но ваша поддержка позволит мне быстрее накопить на него. Третья невеста это Ичика. Что я думаю насчет нее? Так это то, что она очень хочет Футаро. Но из-за своего эгоизма Ичика все же... Так. В общем, без спойлеров. Четвертая невеста это Ицуки. Умная девочка. Любит сладостей. По моему мнению, Ицуки является самой красивой невестой. Так как у нее одной остались длинные волосы, да еще и рыжие. Идем далее. И последняя невеста это Иоцеба. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ладно, шучу. Но Иоцеба мне понравилась меньше всего из невест. Но это не означает то, что она плохой персонаж. Ведь она одна хотела всем угодить и помочь. Кстати, данные томики можно купить у меня в моем магазине. Ссылочка в описании. Те люди, которые досмотрели аниме и не хотят спойлеров, смотрите на свой страх и риск. Так как далее будут спойлеры. Так вот, Манга рассказывает о всех невестах, их целях, а именно быть с Футаро. Но как быть в такой ситуации? Как бы поступил я? Я бы взял всех невест в жены. Как же еще? Руслан Сульман. Человек, который женился на пяти невестах. Что же делает Футаро? Ну вообще, ничего. Все невесты признаются ему поочередно в любви. И он реагирует на это по типу «эм, окей» или «эм, ок», либо вообще молчит. Ну а когда Ичика целует его и спрашивает «ну что, теперь-то ты счастлив?», он никак не реагирует. В общем, Футаро не может определиться, кого же ему выбрать. Но если все за и против, он понял, что безбашенная Нина что-то выкинет, Ичика будет занята на работе актрисой, Мику будет надоедать со своими шикарными историями о великих сёгунах. А Ицуки так вовсе послала его нахер, как встретила. В общем, осознав, что Иоцуба девочка спортивная и не будет надоедать в будущем, а еще она работоспособная, а Футаро нужна такая. Ну и то, что у нее самое спортивное тело, в отличие от других невест. Он выбирает сам. Да, вы не ослышались. Лично Футаро выбирает Иоцубу, делая ей предложение руки и сердца. Момент трогательный. Иоцуба, естественно, отвечает «да». Давай, Футаро, я хочу быть невестой. Давай сделаем много умных и спортивных детей. Ну а для чего это? Так для того, чтобы они зарабатывали нам много денег и обеспечивали наше будущее. Ну а пока мы будем хреначить с тобой на пяти работах. Ведь папочка отказался нас спонсировать после того самого случая. Как итог, мы видим свадьбу. Но даже здесь сестренки выкинули свой прикол. Аля, найди невесту, ведь мы так похожи, мы же пятерняшки. А Футаро за все это время, проведенное рядом с ними, каждую из них за 10 миль узнает по размеру груди. В итоге он раскидал всех сестер и нашел свою, единственную и любимую, Иоцубу. Девочки по очереди поговорили с Футаро, попускали слезы. И после свадьбы Иоцуба говорит Футаро, что теперь-то есть человек, который может узнать ее из пяти невест без напряга. Следует таймскип. Невесты собрались, а там уже не невесты, а сочные милфы. И Футаро с улыбкой говорит, что от пятерняшек одни проблемы. Конец. Но как по мне, оригинальный конец это, где Ицуки всех расчленила и пришила к себе по части от сестер. Кстати, не советую читать эту работу, так там полный трэш. А если ты хочешь больше контента по манге, обзоры и распаковке, то подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать видео, заходи в комментарии, пиши, кто тебе больше нравится из невест. И смотри мои другие видео. Также переходи по ссылочкам в описании, там есть мой магазин манги, где можно купить эту мангу по невестам и другую из моих обзоров. А еще мой телеграм-канал, где я пущу обзоры на мангу 18+, и не только. Естественно, по желанию можешь также поддержать копеечкой на билет в Японию. Спасибо за просмотр. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok